Как сделать так, чтобы ваш пруд был чистый и прозрачный? Что позволяет пруду быть прозрачным? Вы наливаете очень много воды. Пруд мутнеет, зеленеет, цветет. Она отсекает воду от минерального питания грунта. Даже если вы не подберете систему фильтрации, вода приходит в равновесие, и пруд не цветет, не мутнеет. Это не очень сложно. Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Водоемов. Мы строим пруды. И в этом видео мы расскажем о том, как построить прозрачный пруд. О главном факторе. Что позволяет пруду быть прозрачным. Обязательно досмотрите видео до конца. Задавайте вопросы. Если в нашем видео вы найдете какие-то ошибки или поправки, обязательно об этом напишите, пожалуйста. Мы это обсудим. Значит, главный фактор. Что позволяет пруду быть прозрачным. Что нужно сделать? Если у вас пруд не большой, не 3000 квадратных метров, не гектар по зеркалу, обычный декоративный пруд, 10 метров, 20, 50 метров по зеркалу, то самое главное – это использовать полимерную мембрану при строительстве пруда. И что делает полимерная мембрана? Вот у нас чаша пруда. И у нас несколько слоев. В нашем видео мы рассказываем, что мы делаем дренаж. Мы отсыпаем песочком чашу, мы кладем геополотно Дорнит, скрепляем его единым куском. Как это мы делаем, мы расскажем в наших видео. Обязательно посмотрите. Если будут вопросы, задайте или поправьте нас, если у вас есть что нам сказать. И после геополотна мы кладем гидроизоляционную мембрану. Мы рекомендуем использовать бутилкоучуковую мембрану, бутилкоучуковую пленку. Что она делает? Любая пленка – полиэтиленовая, полиуинилхлоридная, бутилкоучуковая, полиуинилбутераль. О том, какая из них лучше, мы тоже рассказываем в наших видео. Пролистайте, посмотрите. Повторюсь еще раз, по комплексу характеристик на прокол, истирание, разрез, разрыв, самая лучшая пленка – это бутилкоучуковая пленка. Потому что она единственная пленка, которая имеет отношение к каучукам или к резинам. И что делает эта пленка? Она отсекает воду от минерального питания грунта. То есть глина не растворяет минералы в этой экосистеме. Соответственно, нет питания, и пруд не цветет, не мутнеет. Пока вы не привнесете в пруд, в эту экосистему, какие-то питательные вещества, он у вас цвести не начнет. Соответственно, что происходит? Вы наливаете воду, вы построили пруд, вы наливаете воду, одноклеточные водоросли выедают всю питательную базу. Пока они выедают все минералы, которые есть в воде, пруд мутнеет, или, как еще говорят, зеленеет, цветет. Это развитие одноклеточных водорослей вызывает вот такой цвет воды. Они выедают все минеральные вещества и оседают на дно в виде ила, тоненького слоя. И вода очищается. И повторюсь, пока вы не привнесете в эту экосистему каких-то питательных веществ, он не начнет цвести. Что может быть питательными веществами? Вы заселяете рыбу, и рыба выделяет вещества, продукты жизнедеятельности. Вы сажаете, может быть, слишком много растений без горшков. Это тоже может вызвать какое-то цветение. Или просто накапливается много листвы, пыли, ну и так далее. Или вы наливаете очень много воды. Если вы включите в пруд из крана воду или из скважины, иногда люди это делают, думая, что по принципу горной реки, чем больше мы воды в эту экосистему добавим, тем она будет чище. На самом деле новая порция воды – это новая порция минералов. И он начинает цвести. Соответственно, первый фактор – использование полимерной гидроизоляции. Вода приходит в равновесие. Если у вас нет рыбы, вода неминуемо придет в состоянии равновесия. Даже если вы не посадите растения, даже если вы не подберете систему фильтрации, вода очистится. Здесь мы как бы развечиваем один из мифов, что если вы в пруду не поставите дорогое оборудование, то он у вас обязательно зацветет или не посадите растения. Это совершенно не так. Он у вас обязательно станет чистым. Далее для поддержания чистоты пруда, или если у вас есть в пруду рыба, или вы хотите купаться в абсолютно прозрачной воде, тогда вы используете оборудование для фильтрации пруда или строите фильтр или биоплато. Как это делать, мы рассказываем на наших видео. Подписывайтесь, задавайте вопросы или вносите поправки. И мы расскажем, как далее поддерживать биологическое равновесие в пруду. Это не очень сложно. В нашем видео, которое вы просмотрите далее, мы показываем реальный объект, реальный пруд. В этом пруду ни один камень не лежит на растворе. Все лежит под собственным весом. В этом пруду устроена система фильтрации типа биоплато внутри пруда. И за счет этого вода идеально чистая, идеально прозрачная. Об этом мы расскажем в следующих видео, об основных принципах. Но обратите внимание, в видео, которое мы вам показываем в реальном объекте, там все камни лежат не на растворе, чаша укреплена, ткань, геополотно заложено единым куском и выполнен дренаж пруда обязательно. И газовый, и водный дренаж. На это я особо обращаю внимание. Пожалуйста, посмотрите, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Далее будет интереснее. С вами Сергей Водоемов. И всем добра.